Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Ирина Звягинцева, короткоглавных темах Лупска. Руки в крови в Ахе задержали браконьера, возможно, причастного к убийству стада краснокнижных оленей. Цифровые острова на Сахалине прошел федеральный форум управления регионом на основе данных. Инновация понятна где? Это и есть управление данными, когда ты про свой народ знаешь все. Современные молодежно будущие студенты предложили свои варианты оснащения будущего кампуса САХГУ. Мы придумали, что у нас здесь будет пуфики, а эта зона, она безусловно важна. Правоохранители задержали браконьера, возможно, причастного к убийству стада оленей в Ахинском районе. Им оказался 42-летний мужчина. По предварительным данным, он вместе с посредником, жителем Углегорска, уничтожил 26 особей, которые занесены в региональную красную книгу. Мясо дикого зверя Сахалинец хранил в своем гараже. В ходе проведения обысков у жителей Углегорска и города Аха обнаружены и изъяты более 10 снегоходов, предназначенных для перевозки грузов и имеющих высокую проходимость. Сани волокуши, предназначенные для охоты на дикого зверя и другие предметы, имеющие значение для доказывания по уголовному делу. Полицейские продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению данного деяния. Сейчас подозреваемым проводят следственную работу, чтобы найти других причастных лиц к преступлению. Также решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Напомню, расчлененные тела диких животных были обнаружены в лесополосе в Ахинском районе 24 февраля. Сахалинский опыт цифровизации будут применять другие города России. Такое решение озвучили на федеральном форуме управления регионом на основе данных, который прошел в островной столице. Участники мероприятия высоко оценили лучшие практики различных областных структур. Все подробности знает моя коллега Елена Лим. Цифровизация в социальной сфере, как лакмусовая бумага, проявляет благосостояние населения области. Например, продуктовая корзина стала адресной. Учитывая пожелания получателей социальной помощи, теперь им начисляют баллы на банковскую карту. Жители сами покупают то, что им необходимо. А благодаря индивидуальным программам для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за прошедший год удалось вывести из-за черты бедности порядка 6 тысяч семей. Родителям помогали найти работу, получить новую профессию или улучшить жилищные условия. Номером один написана первая фраза. Все, что делается, делается для людей. Вот только что Сергею Александровичу мы делали презентацию, как работает цифровизация в муниципалитете в Южно-Сахалинском. И вот как раз обсуждение было так и построено. Лучшие практики презентовали и другие министерства области. Федеральный форум управления регионом на основе данных длился два дня. Теперь все, что мы делаем в муниципалитете, все делается с помощью управления данными. Как такая промежуточная вершина на этом пути, в этом году мы заняли первое место в стране. Есть такой проект на Олимп, где оценивается опыт управления городов, регионов. Участники форума высоко оценили сахалинские проекты, направленные на улучшение жизни и здоровья жителей. Вся система построена так, чтобы человеку было комфортно. Культура работы с данными, культура работы с процессами, культура постоянных изменений. И это очевидно, вот это лежит в основе всего. Как только вот эта культура внедряется в сознание людей, принимается людьми и транслируется дальше ими как собственное, Вот тут действительно возникают изменения, которые, конечно, поддерживают цифровые решения. По результатам форума будут определены практики, рекомендованные к тиражированию всем регионам страны. Елена Лим, Николай Зубарихин, телекомпания ОТВ. 20 специалистов, управляющих компанией Южно-Сахалинска, научились работать с приборами погодного регулирования тепловой энергии. Такое оборудование устанавливается в многоквартирных домах в рамках капитальных ремонтов. Нововведение позволяет собственникам жилья экономить на оплате услуг ЖКХ около 20%. При проведении капитального ремонта устанавливается теплообменное оборудование, переходим на закрытую схему горячего водоснабжения, в связи с чем появилась необходимость в данных курсах. Был освоен теоретический, практический курс. Практический курс непосредственно осуществлялся в многоквартирных домах, где устроено данное оборудование. Теоретическая часть проходила на базе нашего обучения. Нужно отметить, что обучение проходило высококвалифицированными специалистами системы жилищно-коммунального хозяйства. В ближайшие дни обучение пройдут специалисты управляющих компаний. В других районах области уже подано несколько десятков заявок на участие в программе. В областном центре зафиксировали очередной случай хранения газового баллона в подвальном помещении. Ситуация произошла в одном из многоквартирных домов по улице Комсомольской. К счастью, емкость оказалась пустой. Помимо этого, сотрудники управляющей компании обнаружили бочку с дизельным топливом, что также является нарушением. Горючие жидкости категорически запрещено хранить в местах общего пользования. В подвальных помещениях нельзя хранить легковоспламеняющие вещества, горючесмазочные материалы, картон, бумагу, мусор. Все это запрещено хранением жителям в подвальных помещениях. Управляющая компания, в свою очередь, развешивает объявления в подъездах в многоквартирных домах о том, что жителям необходимо убрать свои вещи из подвала. В случае, если жители не уберут свои вещи, то управляющая компания через какое-то время придет и все это вывезет. При обнаружении газовых баллонов, а также других подозрительных предметов в подвальных помещениях, жителям дома необходимо обратиться в единую службу спасения по номерам 112. Своё видение будущего кампуса САХГО озвучили южно-сахалинские школьники. Ученики принимают активное участие в проектировании студгородка. Свежий взгляд позволит создать комфортный для жизни досуга корпусы. Моя коллега Дарья Белых узнала, что сегодня необходимо молодежи. Школьники очень рады, ведь они могут внести свой вклад в развитие будущего кампуса. Возможно, всего через пару лет они тоже станут студентами островного вуза. Ребята предлагают разные креативные идеи. Например, организовать зоны отдыха с гамаками и разместить в них живые уголки с небольшими животными. Те, кто уже учится в университете, вносят дополнения. У нас на улице будет красивая беседка, дорожки нормальные, на которых можно ходить, кусты в виде животных, фонтан, столы, амфитеатр, скамейки, зелёная зона для медитации, площадка с тренажёрами. С рассказом о научно-образовательном центре перед ребятами выступает заместитель министра цифрового технологического развития Сахалинской области Сергей Кацуконь в красках описывает ещё один новый объект СахГУ. Там будут лаборатории, археологический музей, оранжерея и биотехнопарк. Кстати, у него уже есть своё название – Сахалинтех. Сахалинтех является научно-технологическим центром, в котором будет сконцентрировано максимальное количество передовой технологии, передовой техники. И мы надеемся, мы уверены в этом, что мы благодаря этим и тем задачам, которые сейчас у нас уже есть в рамках развития региона, привлечём не просто суперкадры, а кадры непосредственно даже мирового уровня. В середине марта школьники и студенты представят свои предложения администрации университета и рабочей группе по строительству кампуса. Лучшие варианты обещают реализовать. Хочется услышать, а как они видят, как пространство должно выглядеть для того, чтобы было желание из кампуса не уходить. То есть с утра проснулся, пришёл, выпил кофе, пошёл на занятия и после занятий не ушёл домой, а остался на кампусе. Напомним, строительство студенческого городка планируют завершить к концу 2026 года. К этому времени возведут три девятиэтажных общежития, вместимость которых составит 1500 человек. А посещать научный центр смогут не только студенты, но и жители островного региона. Дарья Белых, телекомпания ОТВ. Новый бассейн и спортивный зал появились в доме-интернате для пожилых людей Южно-Сахалинска. Здесь пенсионеры смогут заниматься спортом, проводить соревнования. По словам членов совета учреждения, постояльцы довольны бытом в организации. Проверить условия проживания и выслушать их пожелания приехали депутаты Сахалинской областной думы. Здесь своя парикмахерская на первом этаже, своя парикмахерская. Здесь нас стригут, мужчин бреют, мужчин тоже стригут. Но маникюр здесь, конечно, нет. А так, кто-то вот к нам, я говорю, буряты приезжали, они нам здесь устраивали мастер-класс. Мы смотрим, в том числе и питание. Конечно, есть небольшие нарекания людей, но в любом случае, когда много людей, у всех есть и в том числе и проблемы. Но мне что нравится, что вот за последний период у нас была огромная очередь в домах-престарелах. Сейчас она постепенно у нас снижается. Это самое главное достижение. В планах депутатов посетить все социальные учреждения области парламентарии уже побывали в Доме ветеранов в Корсакове, а также в Углезаводском интернате для пожилых. В преддверии праздника Георгий Карлов поздравил женщин-предпринимательниц. Встреча прошла в неформальной обстановке в гостинице Санта-Южно-Сахалинска. Участницы задавали интересующие их вопросы депутату Государственной думы, высказывали пожелания и выступали с инициативами. Наши россиянки, особенно сахалинки и курильчанки, самые прекрасные, самые энергичные женщины. А когда говорим мы еще от женщин деловых, которые создают какие-то новые предприятия, руководят коллективами, создают новый продукт, делают новые услуги для наших сахалинцев и курильчан и для гостей нашей островной области, конечно, они вдвойне прекрасны. Женщинам нужно именно сообщество для того, чтобы чувствовать, что они реализуются, поддержку получать всех своих начинаний, для того, чтобы все-таки вместе в таком сообществе проще продвигать свои проекты, делать совместно какие-то интересные мероприятия, в том числе... Сахалинское отделение Оксироссийской общественной организации «Женщины бизнеса» открылось в сентябре прошлого года. За это время ее представительницы уже провели ряд деловых и благотворительных мероприятий. В 2022 году Сахалинская область стала лидером среди субъектов Дальнего Востока по производству молочной продукции и урожайности овощей. Такой итог подвели на заседании коллегии островного министерства сельского хозяйства. Определили и главные задачи на следующий год. Надо отметить, что объем поставленной продукции по одним и тем же наблюдаемым хозяйствующим субъектам увеличился относительно 2021 года более чем на 5000 тонн или 200 контейнеров. Таким образом, в торговле сохранялся высокий уровень товарных запасов, соответствующий докризисным периодам. В 2023 год увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции мы прогнозируем на свыше 3%, свыше 3%. Мы хотим обеспечить положительную динамику по розничному товару оборота. Кроме этого, в 2023 году планируют увеличить самообеспеченность регионно-пищевой продукции и повысить ее качество. Не менее важной задачей остается расширение сети магазинов эконом-формата. Количество домовладений, подключенных к голубому топливу в 2022 году, увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим. Программа дегазификации в регионе продолжает набирать обороты. Об этом нам рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области Игорь Бутовский. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике ГОСТУДИИ. Игорь Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В регионе активно реализуют программу газификации жилых домов. Расскажите, какие планы на этот год и какие районы вы охватите? В регионе действительно идет газификация не только для жилых домов, но и предприятий, котельных. Ну, а наше население, конечно, больше всего интересует газификацией жилых домов. Это наиболее приятная часть программы газификации. Какие районы вы еще охватите? Строятся газовые сети межмуниципальные, межпоселковые, внутрипоселковые. В этом году, в 2023 году, планируем газифицировать вновь с ноля три района. Александрово-Сахалинский, Паранайский, Долинский районы. В прошлом году газифицировали Корсаковский район. Если говорить о статистике, сколько сахалинцев в прошлом году стали обладателями голубого топлива в своих домах? Процесс газификации идет лавинообразно. Если в 2021 году мы подключили 300 абонентов, 300 жителей, в 2020 году уже 1256, ну, за два месяца текущего года уже подключили 200. То есть, рост количества подключенных жителей в прошлом году относительно 2021 более чем в три раза. И далее, по мере реализации программы «Газпром» по строительству газовоспределительных сетей, объем подключений, объем подачи газа в домохозяйство будет только увеличиваться. Сколько заявок сейчас стоит на очереди? Ну, вообще, нам удалось собрать на сегодняшний день 15 тысяч заявок на подключение к сетям газоснабжения. Оформлено заявок 6 тысяч, принято «Газпром» 4500. То есть, люди сами подают заявку на установку газа в домах? Нет, это по-разному. Три возможных варианта подачи заявки на газификацию. Либо люди сами собирают пакет документов и обращаются в офис «Газпрома», пишут заявление и дальше осуществляют взаимодействие самостоятельно. Либо используют программу, разработанную Министерством энергетики, которая позволяет достаточно удобно и с сохранением собранных материалов на всей истории подключения к сетям газоснабжения подобрать необходимые документы и использовать возможности как Министерства энергетики, так и помощь специалистов муниципальных образований в процессе подключения газа. Ну и третий вариант – это непосредственно обратиться в специальный сервис «Газконнект» организации «Газпром», на котором можно сразу непосредственно подать заявку в электронном виде на подключение к сетям газоснабжения. Сколько времени проходит с момента подачи заявления до момента подключения дома? Это зависит от расстояния до сетей газоснабжения, от необходимости расшивать, то есть увеличивать пропускную способность существующих сетей газоснабжения. Если вывод, нулевой вывод так называемый трубопровода непосредственно возле домовладения уже осуществлен, то срок осуществления подключения к сетям газоснабжения 30 суток. Скажите, а как узнать, будет ли газифицирована та или иная территория? Это достаточно несложно сделать. Необходимо зайти на сайт «Газконнект» «Газпром», набрать адрес в специальном сервисе, и вы получите точный ответ о том, входит ли данный населенный пункт в программу дегазификации или нет. Каким образом вы выбираете районы? Вот, например, есть какие-то частные секторы в городе находятся, они расположены? Могут ли быть они газифицированы или только какие-то на окраине района? Нет, ни в коем случае. И на окраине, и в центре города. Вот, допустим, в этом году улица Емельянова, практически в центре города, там немного, порядка 30 домов, но этот район будет газифицирован, и в них будет подан газ. Каким образом определяем? Ну, прежде всего, по наибольшему количеству домохозяйств, которые находятся в конкретно компактном районе, там, где произведенные мероприятия по подводу газа дадут наибольший эффект части количества подключенных к сетям газоснабжения жителей. Скажите, пожалуйста, попадают ли СНТ под программу газификации? Если да, то какие и как узнать? Сложный вопрос, насущный вопрос. Очень много жителей проживает в СНТ. Официально пока в систему социальной догазификации, то есть бесплатно, СНТ не попадают. Подключиться к сетям газоснабжения СНТ могут, но на общих основаниях, на принципах технологического присоединения. То есть оплатить всю стоимость строительства непосредственно подводящих сетей и сетей газоснабжения внутри СНТ. Существует ряд инициатив, направленных на включение СНТ в состав, значит, ну вот в число потребителей, которые попадают под социальную догазификацию, то есть бесплатно за счет средств ПАО «Газпром». Насколько продвинутся эти инициативы и будут ли они приняты, посмотрим. Но такой запрос существует. Игорь Алексеевич, я благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Это еще не все новости выпуска. Смотрите далее. Рождение новой истории. В Невельске открылась выставка с Халин Донбасс. В наше время очень важно знать и понимать, что происходит в нашей стране. Выступили блестяще. На всероссийском ветеранском турнире по гликоримской борьбе в Рязани островитяне завоевали три медали. С финальной встречи так случилось, что сломал два ребра я... Вам поступил звонок от сотрудника банка, полиции или прокуратуры. Говорят, что кто-то пытается оформить на ваше имя кредит. Не паникуйте и не принимайте поспешных решений. Вас пытаются обмануть мошенники. Прервите разговор и самостоятельно обратитесь на горячую линию банка. Даже если в вашем мобильном приложении появилась заявка на кредит, свяжитесь с банком и отмените ее. Ни в коем случае не оформляйте заем. Сотрудники банков и полиции никогда не станут убеждать вас переводить деньги на безопасные, резервные или единые счета. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом в полицию по телефону 102. Информационный портал Сахонлайн отмечает год работы со дня ребрендинга. За это время журналисты выпустили более 17 тысяч информационных материалов, в которых освещали самые резонансные новости островов. Количество просмотров площадки за это время выросло до 25 миллионов. В течение 10 лет мы работали как информационное агентство Сахалин Курилы. В прошлом году мы решили переформатироваться, идти в ногу со временем и сделать сайт Сахонлайн. Мы освещаем все новости Сахалинской области как для старшего поколения, так и для молодежи. Любой журналист считает своей миссией показывать людям реальную картину. Что происходит в Сахалинской области, что происходит в мире, что происходит даже во дворе. Информационный портал Сахонлайн входит в медиахолдинг «Губернские ведомости». Островитяне могут узнать самые свежие новости Сахалина и Курил и других СМИ-холдинга. Это телекомпания ОТВ Сахалин, газета «Губернские ведомости» и социальные сети. Телеграм, одноклассники, ВКонтакте. Передвижная выставка Сахалин-Донбасс добралась до Небельской. Экспозицию посвятили событиям, которые проходят в зоне спецоперации. Современные комплекты военной экипировки «Ратник», осколки снарядов, образцы вооружения, в том числе крупнокалиберный танковый пулемет. Все экспонаты собрали сотрудники музейно-мемориального комплекса «Победа». Во время командировки на Донбасс Анастасия Красова продолжит тему. Выставка открывается сольным выступлением юной скрипачки. Печальная и трогательная мелодия напоминает. Экспозиция «Сахалин-Донбасс» посвящена реальным трагическим событиям. Мероприятие собрало десятки зрителей, которые хотят знать, что на самом деле происходит на линии фронта. Каждый экспонат хранит в себе часть истории. Даже самые простые предметы быта – свидетели происходящего. Особое внимание уделили шевронам, которые наши бойцы привезли с поля боя. Выставка, сами экспонаты, которые представлены, также было интересно посмотреть. Мне кажется, мне больше всего запомнилось именно негативно. Это первая полка по третью. Вниманию посетители представили фото и видеоматериалы, собранные сотрудниками музея во время пребывания в Донецкой области. Кроме этого, посетители смогли познакомиться с современными комплектами военной экипировки «Ратник». В экспозиции также представлены осколки снарядов и образцы вооружения, в том числе крупнокалиберный танковый пулемет. Сегодня открывается выставка «Сахалин-Донбасс». И, наверное, может возникнуть такой резонный вопрос – где «Сахалин» и где «Донбасс». Да, нас разделяют тысячи километров, но мы не должны себя обманывать. Это наши люди. Это, как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, это исконно русские земли. Выставочный проект – первый этап работы по созданию в музее на мемориальном комплексе «Победа» – постоянная экспозиция о наших земляках, участвующих в специальной военной операции. В Невельске выставка пробудет до 29 марта, затем она продолжит путешествие и ее увидят во всех муниципальных музеях области. Анастасия Красова, телекомпания ОТВ. В студенческих отрядах будут готовить специалистов для рыбоперерабатывающей промышленности. Это стало одной из главных тем на Всероссийском форуме Путинных отрядов в Южно-Сахалинске. Инициатор мероприятия – общественная организация РСО при грантовой поддержке Росмолодежи и правительства Сахалинской области. Мы здесь собрали представителей семи федеральных округов, для того, чтобы познакомить их и с рыбоперерабатывающими предприятиями, и с самим регионом, который принимает Путинные отряды, для того, чтобы как можно больше молодых энергичных студентов приезжало летом, работали здесь у нас на Путине и потом после окончания университета. Ну, я идеально перерабатываю рыбу, то есть я могу любую красную, белую, какую угодно, купил там дома, порезал спокойно. Плюс физический труд, на самом деле, большой опыт дает именно в плане физического труда, то есть после завода я уже не боюсь какой-то другой работы тяжелой. На площадках форума пройдут мастер-классы, дискуссии, круглые столы. Главным итогом станет стратегия развития студенческих Путинных отрядов. Больше 30 спортсменов приняли участие в девятом зимнем фестивале по воркауту на призы муниципального учреждения «Спортивный город». Лучших определили в двух категориях – дети 7-12 лет и профессионалы от 14 лет и старше. Ребята состязались в дисциплине фристайл, показывали сложные связки и силовые элементы. Выходили по двое, каждому на выступление было отведено полторы минуты. За это время судьи выбирали сильнейшего, который продолжал битву в следующем раунде соревнований. По итогам чемпионами в своих группах признаны Андрей Шипичко и Андрей Арбузовский. Следующие состязания среди турникменов пройдут летом. Спортсмены покажут свое техническое мастерство на уличных гимнастических площадках. Несколько островитян завоевали медали на всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди ветеранов. Соревнования, посвященные памяти героя Советского Союза Федора Политаева, проходили в Рязани. На ковре борцовскими приемами обменялись свыше 300 спортсменов из 20 регионов страны – Армении, Белоруссии и Узбекистана. Игорь Антипов встретился с победителями. Мастер спорта России по греко-римской борьбе Денис Бакай показывает очередную награду. В Рязани на всероссийском турнире воспитанник тренеров Виктора Ци и Евгения Иванова стал третьим в весе до 78 килограммов. Борется отчаянно, не щадит на ковре соперников. С такими темпами мог бы и до золота дойти, если бы не сломал два ребра. Мужчина однажды и с поврежденной ключицей на ветеранском чемпионате мира боролся. И тогда ему досталась бронза. Сегодня тренировку пропускает. Причина уважительная. Кости еще не срослись. И удачно упал, неудачно лег. Сделал, так сказать, неудачный подворот. Не может быть удачно-неудачно. В слабом месте и в борьбе всегда что-то ломается. Что-то там бывает надрывается. Что-то еще. Это спорт. Еще одну бронзу, но уже в весе до 70 килограммов, завоевал тренер из Анивы Олег Накагава. Золото нашей сборной в категории до 62 кило принес южно-схолинец Юрий Баршош. Все мужчины продолжают оставаться в строю. Все дело в регулярных занятиях. Вечером после работы в местной спортшколе по греко-римской борьбе третий год всех собирает опытный наставник. Мастер спорта Евгений Иванов. Каленочку под локоть, надергиваю, оп, и перевернул. У нас расписание вторник, четверг, это с 19.30 до 21.00, а в субботу на час раньше, с 18.30 до 20.00. Двери для всех открыты, с любой, с разной абсолютно подготовкой. Есть уже сформированные спортсмены, разрядники, кто-то со званием, а есть начинающие спортсмены. Но подход ко всем одинаковый, и всегда действует правило, что если вы выходите на борцовскую схватку, вы отвечаете за себя. В мае этого года спортсмены из группы ветеранов попытают счастье в Нижнем Новгороде. Там пройдет Кубок России. Они еще раз доказывают, что побеждать можно в любом возрасте, а спорт продлевает жизнь. Игорь Антипов, Николай Зубарихин, телекомпания ОТВ. Ярмарка «Моя весна», праздник в зоопарке и мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, чем заняться на предстоящих выходных, расскажет рубрика «Афиша». Передаю слово ее ведущей Ксении Салабаевой. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших вам выходных. Впереди выходные, а значит, пора заняться чем-то интересным. Как провести свободные деньки, расскажет рубрика «Афиша». И я, Ксения Салабаева. 4 марта торгово-развлекательный центр «Аллея» приглашает на ярмарку-выставку «Моя весна-2023». Посетители познакомятся с широким ассортиментом услуг и товаров от сахалинских мастеров. Примут участие в дегустациях, мастер-классах и розыгрыше призов. Мероприятие организовано при содействии сахалинского центра «Мой бизнес». В эту субботу всех любителей зимней рыбалки ждут на реке Паранай, где пройдет первенство Паранайского городского округа по спортивному рыболовству. Посостязаться за звание мастера подледного лова могут все желающие со своими снастями. В этом году организаторы допустили использование наживки. Дополнительно среди участников проведут конкурс «Лучший бурильщик». Специальные призы подготовлены и для номинации «Самая длинная рыба» и «Первая пойманная корюшка». Южно-Сахалинский камерный оркестр в преддверии 8 марта приглашает жителей и гостей областной столицы на праздничный концерт к Международному женскому дню и приуроченный к 120-летию со дня рождения Арама Хачатуряна. Музыкальный вечер – это дань памяти великому композитору, дирижеру, педагогу и общественному детелю 20 века. Солистом на мероприятии выступит заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, скрипач, граф Муржа. 4 марта в зоопарке пройдет праздник «Мой друг растрепанно-пушистый», посвященный Дню кошек. Участников ждет знакомство с представителями семейства кошачьих, проживающими в островном уголке живой природы. Дети узнают немало интересных фактов и примерят на себя роль кошачьих. Почему у кошек особое зрение и столь неординарная внешность? Откуда появился соответствующий образ жизни и как возникли близкие взаимоотношения с человеком? Ответы на эти вопросы дадут на мероприятии. В это воскресенье областной центр народного творчества приглашает на мастер-класс по декупажу деревянной подставки для кружки. Участники смогут создать неповторимый подарок 8 марта для своих близких. Мастер декоративно-прикладного творчества Елена Козина научит участников работать с акриловой грунтовкой и красками, а также познакомит с основными техниками направления. Проведите выходные в хорошей компании. С афишей вознакомила Ксения Солобаева. До встречи! Главная ценность в жизни человека – это семья. Когда близкие рядом, можно преодолеть любые трудности и решить самые сложные проблемы. Тепло домашнего очага согревает, дает надежду. Поддержка близких людей придает сил. Как бы стремительно не менялся мир, в нем всегда остается место постоянства. С семейным ценностям. Совместная готовка или чтение книг, походы в кино и прогулки в парке. Маленькие традиции, которые оставляют теплое воспоминание о любимых. Традиции, которые будут передаваться из поколения в поколение. Семья – это источник любви и уважения. Семья – это дом. 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 Продолжение следует...